Вкусные румяные помпушки с ароматом чеснока и хрустящей корочкой, опасно для тех, кто сидит на диете, невозможно остановиться. Делюсь рецептом чесночных помпушек. Чесночные помпушки очень популярны в Украине, откуда я родом, этот вкус знаком мне с детства, их частенько пекла моя бабушка, только делала она тесто в тройном размере, они настолько вкусные, что невозможно остановиться. Я надеюсь, что этот простой рецепт чесночных помпушек вам понравится и, вместо того, чтобы бежать в магазин за хлебом, вы распечете помпушки. Список ингредиентов в конце видео. Смешиваем теплую воду и молоко, добавляем сахар и разводим в этой смеси дрожжи, даем постоять, чтобы дрожжи смогли подняться вот так. В просеянную муку добавляем яйца, нам понадобится один желток для смазывания помпушек, поэтому белок от третьего яйца можно тоже подмешать в тесто. К мелуке и яйцам вливаем дрожжевую смесь и соль, замешиваем эластичное тесто, чтобы легче вымешивалось, смазывайте руки растительным маслом. Вот такое и получилось красивое тесто. Подписывайтесь и ставьте лайки. Накрываем тесто полотенцем, ставим в теплое место и даем ему подняться. Тесто созрело, делим его части и формируем шарики. Выкладываем будущие помпушки в форму или на противень. Если вы хотите, чтобы помпушки были более хрустящими, возьмите форму побольше и укладывайте шарики теста на расстоянии, оставим на некоторое время в теплом месте, чтобы помпушки немного подошли и смазываем яичным желтком. Выпекаем при 180 градусах примерно 20-25 минут. Пока помпушки пекутся, займемся приготовлением чесночной смеси. Моем и мелко нарезаем укроп, чистим чеснок и пропускаем через чеснокодавилку. Смешиваем растительное масло, укроп и чеснок, можно слегка посолить. Готовые помпушки достаем из духовки и даем им минут 10 отдохнуть, а потом мажем чесночной смесью и подаем к столу. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Молоко 150 мл, вода 150 мл, яйца 3 штуки, 1 желток оставьте для смазывания помпушек, сухие дрожжи 2 чайных ложки, соль 3-4 чайных ложки, сахар 1 чайная ложка, чеснок 8-10 зубчиков, зелень укропа 20 грамм, масло растительное 1-2 столовые ложек. Мюка, 3 стакана, регулируйте количество мюки на свое усмотрение, чтобы получилось мягкое и эластичное тесто. Количество порций, 5-6. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Приятного аппетита, приходите еще.